Одни из важнейших статей Экологического кодекса является внедрение наилучших доступных техник. Для перехода промышленности на принципы наилучших доступных техник необходимо разработать справочники по НДТ, основой которой служат результаты комплексного технологического аудита промышленных предприятий, основных загрязнителей на так называемых топ-50 предприятий. Из различных отраслей производства тепловой и электрической энергии, производства продуктов, химической промышленности, добычи сырой нефти и переработки, горно-металлургический комплекс и т.д. То есть это топ-50 предприятий являются обязательными, и к 2025 году, 1 января, они обязаны перейти на принципы НДТ и получение комплексного экологического разрешения. Цель комплексного технологического аудита является оценка текущего технологического состояния предприятия, а также применяемых на предприятиях наилучших практик, способов и методов процессов, направленных на предотвращение минимализации негативного антропогенного воздействия на окружающую среду. 50 предприятий будут обследованы путем их посещения группы международных и национальных экспертов. Коплексный технологический аудит позволит нам оценить самое главное – готовность промышленности к переходу на принципы наилучших доступных техник, а также позволит определить целесообразность внедрения передовых ресурсов в энергосберегающих, безотходных технологиях на предприятиях и послушать объективные оценки при разработке справочников по НДТ. Аналогов европейских стандартов – БРЕФ или Российской Федерации. Комплексный технологический аудит предприятий позволит, на наш взгляд, определить ключевые задачи – это определить технологические показатели и экологические условия, необходимые для предотвращения минимализации негативного воздействия на окружающую среду, и которые лягут в основу заключений по наилучшим доступным техникам. Таким образом, чем больше предприятий будут участвовать в комплексном технологическом аудите, тем качественнее будет проведено ранжирование технологических показателей для учета удельных или концентральных показателей с учетом специфики самих предприятий. По итогам проведения комплексного технологического аудита планируется получить информацию с указанием всех видов фактических миссий с учетом объемов концентрации, химического состава, маркерных веществ, фактического уровня, ресурсоемкости с определением расхода на единицу продукции, внедренных НДТ и достигнутого эффекта от их внедрения с учетом снижения объемов эмиссии, ресурсоемкости и общего объема текущей балансовой стоимости внедренных НДТ, а также предполагаемого объема инвестиций, прогнозных сроков внедрения. По итогам полученных данных будет разработан отраслевой отчет, который как раз-таки станет основой для разработки справочника по иной лучшим доступным технологиям. То есть в целом, если мы посмотрим НДТ, это не только определенные технологии утилизации отходов, это совокупность методов, способов, наилучших практик и решений, которые направлены на самое главное – на снижение антропогенного воздействия, негативного воздействия на окружающую среду. Это снижение выбросов и сбросов в водоемы, это и управление наилучшими технологиями по утилизации отходов и так далее. То есть самое главное – это достижение результатов по снижению негативного воздействия на окружающую среду. Таким документом будет справочник по НДТ – наилучшим доступным техникам. Это один из новых документов, целью составления которого является внедрение наилучших доступных техник и установление соответствующих нормативов качественной отрасли. Предварительная структура справочника будет состоять из сведений о развитии конкретной отрасли промышленности, технического описания традиционных применяемых процессов на производстве, данные о выбросах или сброса образования отходов, потребления сырья и энергии на протяжении всего производственного цикла. Были внедрены технологии, применяемые при дефекации. Также оценка возможных экологических преимуществ, экономические показатели, сведения, применяемых о новейших технологиях, находящихся на стадии научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в промышленности. В целом справочник по НДТ будет содержать источники систематизированных сведений о применяемых в отрасли технических и управленческих решениях, обеспечивающих комплексную защиту окружающей среды. Одним из главных принципов наилучших доступных техник, согласно практике страны ОС, является достижение интереса всех заинтересованных сторон – представителей промышленных предприятий, научных организаций, государственных органов, общественных и экологических организаций при наличии справочников. Также при готовности будут периодически обсуждаться со всеми заинтересованными лицами, о которых было сказано ранее. Пересмотр справочников по иной лучшим доступным техникам будет осуществляться каждые 8 лет после утверждения предыдущей версии соответствующего справочника. Исключительно в целях снижения негативного воздействия на окружающую среду, повышения ресурсоемкости и способствования переходу нашей страны к зеленой экономике и низкоуглеродному развитию с учетом научно-технического развития и повышения уровня технической и экономической доступности, заключение по наилучшим доступным техникам будет утверждаться правительством на основании справочников по НДТ, где будут отражены выводы, их описания, уровни эмиссии, связанные с применением НДТ, диагноз уровня миссии, которые будут достигнуты при нормальных условиях эксплуатации объекта или иных технических показателей, связанных с применением НДТ, в том числе уровни потребления энергетических, водных и иных ресурсов. Также созданы технические рабочие группы по всем этим отраслям, которые в настоящее время активно работают в части обсуждения и проведения экспертной оценки предприятий по отраслям. Переход на принципы НДТ – это неизбежный процесс, регламентированный временем, который должен привести к синергии промышленной и экономической политики, так и повышению экономической эффективности и снижению негативного воздействия на окружающую среду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин